Друзья, привет! Как написать пост в Instagram, письмо для клиента, текст на сайт или любой другой текст? В этом видео я приготовила пошаговую инструкцию, 8 шагов, которые нужно пройти от чистого листа до готового текста. Они работают для всего, от простого письма клиенту до, даже если вы пишете целую книгу, вы будете проходить, скорее всего, примерно те же шаги. Просто для маленьких текстов они будут занимать мало времени, а для больших текстов они будут занимать больше времени. Меня зовут Наташа Широкова, я уже 15 лет занимаюсь копирайтингом и редактированием, и приглашаю вас подписаться на канал, потому что стараюсь выкладывать здесь много полезного и интересного про тексты. Для наглядности в этом видео буду рассказывать все на примере своего текста, который я писала для блога издательства МИК, где работаю. Это был текст про один день из моей жизни, ссылку на него оставлю в описании, если захочется, сможете потом прочитать. Этап 1. Сбор материала. Понятно, что прежде чем писать, мы должны понять, для кого, зачем мы пишем и что конкретно хотим сказать. И собрать все факты, аргументы, примеры, все-все-все, что потом ляжет в наш текст, всю фактуру, все мясо, как это называют иногда журналисты и копирайтеры, что станет основой нашего текста. От этого этапа во многом зависит, насколько текст будет полезным, интересным, содержательным, и как вообще читатели его будут воспринимать. Конечно, количество материала зависит от того, какой текст вы пишете. Если это пост в Инстаграм, то материал вы можете собрать, не знаю, за 5-10 минут, просто подумать о том, какую мысль вы хотите вложить в этот пост, какой случай рассказать, какой пример и написать. Если вы пишете какой-то большой материал, журналистскую статью, например, то сбор материала может растянуться на неделю или несколько недель. Вам нужно будет связаться с экспертами, собрать разные точки зрения, там, может быть, где-то что-то понаблюдать, сходить на какое-то событие. Если вы пишете книгу, то сбор материала вообще может занять годы, и это самый такой главный этап будет всей вашей работы. В моем случае сбор материала был прост, мне не нужно было ни с какими экспертами общаться, мне нужно было только вспомнить, какой у меня примерно распорядок дня, какие задачи я в этот день собираюсь сделать. И еще я посмотрела, что в этой рубрике раньше писали мои коллеги, чтобы понять, о чем писали они, о чем они рассказывали, как они структурировали свой материал, что мне нравится, что не нравится, что я хочу так же сделать, что я хочу сделать по-другому. Второй этап — это план текста. Вот этот этап часто хочется пропустить, кажется, что и так в голове уже план есть, но я советую все-таки его сделать, он занимает совсем немного времени, если у вас уже есть информация, есть основа, и вы понимаете, что и кому хотите сказать, то план текста займет у вас буквально несколько минут, но при этом он сильно вам облегчит дальнейшую жизнь, текст будет писать проще, и вы сделаете это быстрее. План текста — это просто списочек, раз, два, три, четыре, пять, по пунктам, что, где вы хотите сказать, если это какой-то простой текст, да, постблоги, например. Если это журналистский материал или книга, там может быть более расширенный план, там со всякими структурными переходами логическими, здесь я привожу этот пример, здесь тот пример, тут мне нужен такой материал, тут сякой материал. Ну, в общем, сложность плана зависит от сложности текста. В моем случае текст был несложный, и план выглядел вот так, и мне этого было достаточно, чтобы сесть и все написать. Третий этап — это набросок черновик самого текста. Тут надо отключить внутреннего редактора, отключить критическое мышление, и просто в соответствии с тем планом, который мы создали только что, выписнуть из головы все, что у нас есть по теме. Тут мы не задумываемся над формулировками, не упарываемся сильно над логикой, просто выкидываем из головы все, выкладываем из головы все, что у нас есть по теме, собираем сюда же какие-то цитаты, если вы собираетесь их использовать, какие-то примеры, можно добавить какие-то картинки, которые у вас есть по теме. В общем, все-все-все собираем в одно место, и получается такой длинный, сырой, некрасивый материал. Выглядеть это может примерно так. Четвертый этап — смысловое редактирование. Тут мы уже смотрим на этот наш сырой черновик критическим взглядом, и начинаем приводить его в божеский вид. Для начала проверяем структуру и логику текста, смотрим, где какие кусочки нужны, какие не нужны, где не хватает материала, где его слишком много, где у нас идут какие-то нарушения логические, начали с одного, закончили другим. Все это стараемся причесать и сделать понятным для читателя, стройным, красивым, ну, в общем, похожим уже на итоговый текст. Этот этап обычно занимает довольно много времени, может проходить в несколько итераций, да, вы можете там один раз подойти к тексту, отредактировать его грубо, второй раз подойти к тексту, отредактировать уже более предметно, более детально, третий раз подойти, отредактировать уже вот так, как это должно быть. И может быть даже между этими итерациями будет проходить там день, два, ну, или сколько вам нужно времени. Пятый этап — стилистическое редактирование. Тут мы уже докапываемся до каждого слова, каждой буковки, смотрим, чтобы у нас были правильно подобраны слова, были красивые формулировки понятные, смотрим на длину предложения, где-то делаем их короче, где-то делаем линей, на длину абзацев, то есть уже думаем не о том, что написано, а о том, как это написано, чтобы было все красиво, аккуратно, стройно и приятно читать. На шестом этапе делаем оформление текста, то есть расставляем заголовки, подзаголовки, иллюстрации, если они будут в тексте. Я, например, заголовки пишу в конце, когда уже текст написан. Бывает так достаточно часто, что вначале появляется какой-то черновой вариант, да, или на уровне какой-то общей фразы. Но после того, как текст закончен, я еще раз возвращаюсь к заголовку и придумываю что-то более интересное, может быть, более цепляющее или более актуальное для этого текста. И подзаголовки тоже. Они часто появляются сначала в таком рабочем виде, то есть грубо, да, там структура материала набрасывается, а в конце нужно к ним вернуться и сделать их, может быть, более интересными или более соответствующими тексту, ну, в общем, причесать все это. И на этом же этапе расставляются картинки, если они в вашем тексте должны быть, если они вам нужны. Седьмой этап — финальное вычитывание. Его лучше делать после небольшого перерыва, например, с утра после сна, да, на свежую голову, или, там, просто отложить текст, переключиться на какие-то другие задачи, потом к нему вернуться, чтобы вы уже посмотрели на текст свежими глазами и могли заметить даже какие-то мелкие погрешности, опечатки, там, нестыковки и так далее. Если вы уже готовите текст публикации, то это финальный этап. Вы его после финального вычитывания просто публикуете или отправляете тому, кто публикует, и все. Если же после вас текст еще кто-то смотрит, то на этом этапе вы его отправляете заказчику или редактору. И тогда у вас будет еще один этап, восьмой — внесение правок. На этом этапе уже придется ориентироваться по ситуации. Если правок будет много, если окажется, что текст вообще не такой, как его хотели видеть, то придется вернуться вообще к первому этапу, к сбору материала, к определению концепции и переделать все заново. А если правок немного, то просто вносим их быстренько, вычитываем еще разок и снова отправляем редактору или заказчику, или уже отправляем на публикацию. Вот так в целом у меня выглядит процесс создания текста. Я думаю, что у большинства писателей он примерно такой же. Если у вас есть какие-то различия, если вы как-то по-другому это делаете, то напишите в комментариях, будет очень интересно обменяться опытом. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами была Наташа Широкова, пишите, пока! Субтитры сделал DimaTorzok